Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Ну и так, отчет за вчерашний день. Номер 55. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 04.02.2016 год. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения от престола. Повторяю эти слова, которые знают, что он говорил, будущий император, в момент отречения на этой переходной фразе, он показал, к чему пришла Россия. И учитывая, что 70 лет тут водевиль дьявола был в России, что теперь это есть? И вот Сталин с Берия организовали патриархию 4 сентября. И как они могли туда все это не впрыснуть? Что интересно, материалы такие уже я из интернета беру. Когда Хрущев возник гонение, половина храма была закрыта. При Хрущеве в Бесноватом 10 тысяч. Изъяты были все антиминсы. А потом, говорит, вернули антиминсы. Но учитывая, что это не просто смута какая-то была, а масонский заговор против России, а у масонов ясно, кто Бог будет, то с какими мощами вернули-то? Ответ один. Почему у Ленина одну руку, там, у трупа отняли и прочее? Все, говорит, разморщили на мощи и вложили в эти антиминсы и дали. Даже слышать страшно. И на чем служат-то, может быть, давным-давно. Это даже, когда не знаешь ничего, а когда узнаешь и думаешь, какое там движение бы сделали, или убрали это, или как-то. Ничего нету. Нету. Поневоле вспомнишь? Иосиф, Осипова, кто антихриста, первые примут православные в московской патриархии. Первые, они все готовы. И вот что они сейчас делают, дворки, специальные засланцы сюда, чтобы разрушить, до малейшего признака православия не осталось. Сейчас мы это рассмотрим. Ну, вот такое оно и есть. И вся эта ложь не где-то, а именно здесь, в России, наибольшая. Она везде есть. А это о том, что я не бываю нигде в контактах. И поэтому сюда переходите на наш форум. Покажем. А то мне перекидывают туда-сюда мотератор. Я отвечаю, они опять туда несут. Я не бываю ни в одноклассниках, нигде. Ну, и объявления, чтобы по ролику брали и определяли. Считать еще написано. И указать, что там в ролике в этом есть. Содержание какое-то. Вот. Ну, и все, что было. Мыцких Андрей. Аминь. Игнатий Тихонович. Благодарю за великолепное толкование притчи. Слава Христу. Ну, там притча о богаче и Лазаре. Это не моя. Мне прислали. Хорошая. И вот еще что. Оказывается, тенденция сокрытия благовестий наблюдается даже у баптистов. Что для меня явилось большой новостью. Теперь я понял, что препятствие благовествованию является чисто сатанинским действием. Спасти Христос за очередное откровение. Видите, каноны какие. А кто тебя благословил? Каноны находят. А вот если ты проповедовал, а ты меренин, тебе то-то и то-то будет где-то. Ну, чир. Ну, не запретили вам намертво говорить. Они говорят, какого больше слушать-то? Православные вообще этого не знают. Батюшка. А что Бог говорил? Феофан Затворник предупредил. Вот священник благословляет. Я благословляю тебя. А Бог говорит, ты его не знаешь, не видишь. Он говорит, а я не благословляю. Что будет там утверждено? Что сбудется-то? Они не знают этого. Заняли место Библии. Христа, Святой Троицы. Все. И святых канонов, и все. Занял на личности поп, который стоит. Он теперь главный. Ну, и повыше это епископ. Ну, и главное это патриарх. То есть, то вообще не нужно нигде. Это неоправославие. Велиольцин. И снова напоминание о том, что православные не только почитают, но и поклоняются иконам. То есть, православные всегда говорят. Я доказываю о том, что иконы не идолы. Я докажу по Библии это не идолы. Но доказать о том, что поклонений этого нет нигде в Библии. Нету. Но это не я говорю, другие говорят. Последнее известие. Причислить первое к лику святых архиепископа Богучарского Серафима Соболева для общецерковного почитания. Ну, вот так. Второе. Честные останки святителя Серафима считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание. Видите, когда этого просто лежал труп, и вдруг труп делается с честными останками, с честными мощами. Труп. Трупа поклонства идет. Как этого не видеть-то? А как это на святого трупа? Ну, как убили двух пророков, иноха, илия, говорит, и трупы, и бросил на дороге трупы. Сам Христос труп. Где труп, там соберутся орлы. Считай толкование это. А мощи тут как-то скрыто. Если сказать просто ящищи, в котором при визнице нет рака, иди разберись. Третье. Третье. Службу святителю Серафиму, архиеписку Богучарскому составить особую, а до времени под составление таковой отправлять по общей имени и по чину святителей. Это надо. То есть, суда Божия еще нет. Первое Коринфянам, 4 глава, 5 стих, прочитайте. Не судите никак. Ни анафемы, ни прославления у вас нет. Анафемы только две. Две анафемы. Кто не любит Христа и искажает Библию. А они обе падают на православие, особенно на патриархию московскую. Это ей анафемы от Бога. Что скрыли Библию. Что народ не знает Христа, вообще не знает. Если кровь Христа, только в чаши. Про Голгофа вообще не слышали, как будто бы. Четвертое. Память святителя Серафима праздновать 13-26 февраля, в день его представления ко Господу. Пятое. Это мне пишет протестант, скинул. Я не знал бы. Это протестанты работают. Писать новопрославленному святителю иконы для поклонения. Для поклонения. А говорим, первообразу относится. Зачем первообразу-то? Вот фотографии, ты же она смотришь. У нас и сын здесь рядом. Зачем я на фотографии-то буду смотреть-то? Фотографию мать целует, да, получила письмо. Целует. Но если сын приехал, она вообще, подожди, а фотографию буду целовать-то? Тут-то понятно. Ну, Бог-то рядом здесь с нами. Святых-то мы... Ну, все остальное, это неужели непонятно, что что-то не то делается с нами. Я не против икон. У нас иконы целуют. Но нам подкидывают. Пятое. Наша... Согласно определению Седьмого Вселенского Собора. Мы сейчас увидим, какие... Так, и дальше он пишет. Так что, все уверения о простом почитании икон обман. Это обман самостоящий. Это нам уже не один раз это пенек подсовывает. И об него нос разбивает. И бабки, как сонные мухи, идут и идут и идут. За что целует? И он спрашивает, что целуешь-то? А там змея поражает. Георгий на коне, а змей-то внизу. А на змея целует, стоит. Давным-давно уже вот руку эту серебряную возили, показывали, который сатанинский знак. Поклонялись, а сейчас отшатнули. За что же мы делаем-то? Народ-то ничего не знает. Уже к антихристу плотную подвели его. Кто? Попы. Епископы. Ну, посмотрите, что в эфире-то делается-то. Посмотрите, что в жизни делается с людьми. Вообще ничего не знают. Вот этот камуфляж, московскую патриархию, ее даже не надо не развалить еще, ее просто нету. А вот надо организацией что-то делать, назначать докторские диссертации. Вот для этого дворкинг к вам и приехал. Это все американизм сюда привезли и на полном серьезе работают, собираются со всего мира. Словами-то себя утешают. А сектанты в это время от двери к двери идут. Ну, вы собрались против сектантов. И что, изменилось что-то? Ничего нету. Народу это надо. Ты саентологию будешь рассказывать ему. Нью-Эдж. Дальше. Кавычки открыты. Да, кавычки открыты. Если кто замыслит представить божественный образ Бога-Слова, как воплотившегося посредством вещественных красок, вместо того, чтобы от всего сердца умственными отчами поклоняться Ему, при высшей светлости солнечной, одесную Бога, вышних и на престоле славы сидящему, Анафема. Анафема, анафема, анафема везде, анафема. Считайте, что такое анафема. Льву толстому. Там не анафема была. А что это такое-то? Кто неизобразимый сущность и ипостась слова ради его вочеловечения осмелился изображать в формах человекообразных, и не захочет разуметь, что слово и по воплощению неизобразимо, анафема. Анафема так насчитает, а протодиакон кричит «Анафема!» Слава отсюда же так красиво не поют, как анафема. Кто осмелится начертывать на иконе ипостасное соединение двух природ и станет называть изображенные Христом, и таким образом смешивать две природы анафема? Анафема. И при том, где изображать? На иконе и все это к анафеме. Ну где мы видели такое, что по одному делу только, чтобы утвердить иконопочитание в том виде, извращенном, которое пришло. И вообще не знаете, еще иконка, и все перед иконкой. Перед иконкой едет, болтается в машине, везде иконки. Кто захочет изображать плоть Христа, соединившуюся с лицом Слово Божие, разделенным, и отлучен от самого Слова, анафема. Ну как это можно изображать неизобразимое? А вот придумали. Кто будет изображать Бога Словом на том основании, что Он принял на Себя рабский образ, изображать вещественными красками, как если бы Он был простым человеком, и будет отделять Его от нераздельного, с Ним Божества, вводя таким образом четверичность в Святую Троицу, там, анафема. Кто лики святых будет изображать вещественными красками на бездушных иконах, которые не приносят равно никакой пользы, ибо эта мысль живой произошла дьявола, А не будет отображать на Себе самым их добродетелей, этих живых икон, тому анафема. Но слово-то анафема, еще люди не знают, что оно означает, анафема. Вот я посмотрю. Это только в одном правиле, относительно икон, уже семь анафем. Откуда эти правила? Ну, Седьмой Вселенский Собор показывает. Это сектант мне подкинул. Я проверять даже не стал, я знаю, что именно так. Все на анафемах. А почему мы поклоняемся, раз такое написано? Ну, считай, я не буду еще объяснять, у меня времени нет. Анафема от Отца и Сына и Святого Духа и Святых Вселенских Соборов на того, кто не приемлет наш Святый, сей и Вселенский Седьмой Собор, но в каком-либо смысле отвергает его, не лабызает, с полной готовностью его определений, основанных на учении богодохновенного Писания. То есть, это анафема от Отца, то есть, они уже отец сказал, то есть, они из-за Отца, из-за Сына, из-за Святого Духа. Вот вдумайтесь в это. А дальше-то, когда говорят, что если кто-то, кто-то там не покоряется священнику, епископом, или там скажет кто-то какое-то слово, я прочитал, даже не стал печатать, это ужас один. Участь его да будет с Каином, да он наследует участь Дафана Верона Корея, да не простится во имя Отца, не простится анафема, во имя Сына анафема, то есть, конца края нету. Вот это анафема, наконец-то, подавились ею. А анафема вот откуда, из Святой Библии. 1 Коринфянам 12.3 «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафема на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Вот так. Вот вдумайтесь в это. То есть, анафема еще и на Христа произнесет на Иисуса анафема. А чем? Жизнью своей. Незнанием этим. Ругается и Бога Матери, и все поминает в матерках. А кто? Православно. Таких матерков-то ни в одной нации нигде нету. Говорит по-своему, что-то долдонит там, какой-то чурек стоит на базаре-то. А загнет по-матушке только по-русски. В народах даже этого нету. Ну, возьмите немецкое «Himmeldomnerwetter», ну и переводи. Разрази дом «Гром молнии» там или что-то. Ну, даже нету таких слов-то. Матерная, мать клянется. Мать, за что она клянется? Это все пришло из царской России, еще оттуда. Это народ, опоганенный матами. Поэтому нет ни уважения ни к матери, ничего нету. И растут дети какие. И поэтому их убивают в очреве, не выпускают даже. Потому что это грешники растут. Как будто так объяснить можно. Дальше. Первое карифенам, 16 глава, 22 стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Ну и кто любит Господа Иисуса Христа, вообще не знает. Батюшка, благослови, на этом все кончилось. Чтобы любить Христа, о нем надо знать, надо Евангелие дать. 900 лет на Руси православие, и никто не знает, что такое Евангелие. Вообще не считали. Не было ни одного. Перевели в 1876 году. Ну что тут непонятно-то. Насколько опоздали от Запада. Ну Иван Федоров только печать, ну когда изобрел-то? Посмотрите с Гутенбергом-то, сравните с немцами. Дальше. Вот одна анафема, ну а вторая-то сдвоенная. Галатам 1.8. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Вот против. Не по Библии. Вот все эти соборы, дворки, ну все это анафема. Все, что говорят они, анафема. Что попы учат, и по слову Божию, совершенно не сверяются. Во свете Библии мой труд начали разбирать, а говорят все наоборот, анафема. Они сами не понимают, они обвешивались анафемами от Бога анафемы, от апостола анафемы. Все эти анафемы на православие. Люди, что угодно говорят, басни разные, предания, традиции, ложь, одна ложь. Крестить не хотят песком и слюнями. Слюнявые песочники. Вода и все таинства избратили. А разве стучит нас так Слово Божие? Даже ангел придет с неба. Ангел, анафема ему. Ибо говорить не так будет, анафема. А кому не так анафема? Да всем, которые говорят и пишут. Посмотрите, что говорят и пишут. Православные, я имею в виду. Ну и дальше. Вот это разбор, как называют, конференции была в Москве. Там так называемые рождественские чтения. Там чтений никаких и не было. И вот это у меня я взял и разбираю, делаю. Ну, рассматриваю это. Михаил Кальмаев на это отвечает. Михаил Кальмаев, ролик прояснение к рождественским чтениям о нас в Москве. Это я так ролик назвал, и тот разобрал их. 03-02-2016 год. Почему-то там в аудио, почему видео они не сделали, то ли боятся, то ли еще. Такая конференция, собрали здание, это все деньги обошлось, приезжали, уезжали, и уехали с чем с этой конференции, а ничего о Христе не было. Вообще не было о Христе ничего. Это как будто бы падальщики нападали, на труп православия собрались и расклевывали остатки. Чернильные гиены. Все они понимают. Так написано было в журнале, я повторяю. Дальше. Все они понимают, ибо есть определенные негласные рамки, за которые нельзя выходить. Эти рамки еще называются традицией. Такой стандарт или эталон православности. Вот как. Они его придумали, и в это нужно вписаться. А я не вписываюсь. Не такой голос, не такой голос. Ну дальше что? Ну такой как есть, а не такой. Ну вам что до этого дела-то? Ничего нету. Ну такой не такой я, а на людей как раз это и действует. Приходят православие, вы видите их. И которые они пришли из протестантов, а против них-то никто, совершенно никто. Они принесли много оттуда хорошего. А ваши елейные голоса, и говорится, все остальное, что я говорю тебе, ни на кого не подействовало. Ученик не может быть выше учителя. И дальше. Вот этих людей есть внутреннее чутье, что если кто выйдет за эти невидимые границы, то тут же будет обвинен в отступлении от этих неких стандартов. Все, уже не православные. Уже вот Дворкина там специальный каталог составлен. Кто он такой Дворкин? Какое звание? Верующий он? Не верующий? Ну по делам-то видно, что никто. Чужой. Америка прислала ее вам. Она посадила вам эту занозу. И вы будете делать. И вот организации, доктора присылают. Это на суде Божьем потребуется ему или нет? Да больше вреда, может, чем Дворкин, никто не принес православие. А придумали, сглотнули эту перестройку, что получилось? А вот они на этой перестройке-то и въехали сюда. Где он был? Страдал или что-то? Да никто он такой. Кто он оттуда? Пришел, говорит, ни начало, ни конца. Под Мельхоседека играют. У патриарха есть это чутье. У Дворкина и у любого священника и самого последнего прихожанина есть оно. Можно без слов друг друга понимать, потому что внутренний самоцензор всегда подскажет, выходишь за рамки. Опасность, опасность, стой. То есть ничего нельзя нигде сказать против вот того, что налипло здесь. Православие никакого отношения не имеет. Я говорю, во свете Библии разбирайте меня. Я-то отвечаю, во свете Библии. Что говорит святая Библия, по которой Бог будет судить нас? Эпиграфом беру Евангелие от Иоанна 12,48. Господь, я не сужу слово, которое я говорю. Оно будет судить в последний день. Оно. И поэтому все остальные это ваши инструкции, эти рамки, которые строите, то их вообще ничего нет. Нету, даже разговаривать не надо. Это чутье помогает безошибочно выявлять всех тех, кто не вписывается в эти рамки традиции и выгоняет таковых из системы. Это система Сталинско-Беревской патриархии. И еще страх, боясь подпасть под подозрения нарушителя традиций. Страх, обостряющий чутье. Поэтому развязываются языки у тех, кто вышел из этой организации или был вышвырнут из нее. Как только с Андреем Кураем рассчитались, вдруг заговорил настоящий голос. Только Чаплин выпадает оттуда, все, сразу заговорил, уже что-то открывает. Но еще, думая вернуться туда, еще многое замалчивает. Иначе входа не будет. Иначе все звания все с него снимут. Уже не дьякон даже будешь. И везде начинает преследовать и преследовать. Из МГУ выгнать нельзя. Что можно сказать? Смотрите сами. И очень редкое явление, чтобы внутри системы кто-то мог безбоязненно, не советуясь самоцензором внутренним, говорить и делать, не благоговея перед традицией, освещенной в кавычках в умах и поэтому абсолютно неприкасаемой. Вот так. Вот почему они ни на баптистов, ни на кого так не нападают. А когда показываем, что с ними сделалось. Эта женщина и озвучила мысль, что игла очень опасен, потому, что он внутри системы организации. Надо вывести его за рамки и тут во всей красоте видны методы, основанные на подтасовке фактов, на явной фальсификации откровенной лжи. Паста все это должна съесть. Иначе, если не проглотит, организация придет к разрушению. Здорово. Именно так и есть. Это сталинско-беревская патриархия. Она только на бумаге есть. Она совершенно не выполняет миссию, которую Бог назначил для верующих. организационно собирается конференция, что-то где-то в послании. Ну, патриарх сказал, проповедовать надо идти миссионерская работа. Пшик, ничего нету. Это надо, то другое. Опять пшик, ничего нигде нет. Не может просто, это мертвец. Ну, может сделать даже песню торжествующую любитого Тургенева, Ивана Сергеевича, почитайте. Ресницы дрогнуть могут. То есть, можно же колдовать над трупом. Даже поднять его может, даже шевелиться будет, но труп остался трупом. Роман Малыш, мир вам, мой духовник. Когда я был у отца Кирилла Сахарова на Бересеневке, он спросил, как вы попали к нам? Бог привел, ответил я. А до вопроса, есть ли у вас духовник, официально? Официально нет. Спустя некоторое время, видимо, помолившись, снова спросил, как вы попали к нам? Мне пришлось рассказать о знакомстве с вами, и он все понял. То есть, я отправил туда креститься в полное погружение, уже моченых. И теперь никуда едут на Афон. Вот это моченье там вообще не признают его нет. Да какое это крещение? Это обман. Обман. Каких бандитов напринимали в церковь? А священник, как говорит, кто? Патриарх Алексей II, я уже показывал вчера. Духовник тот, кто способствует духовному росту и восхождению человека к Богу. Вот, вот что, духовник, а не просто прийти и там размазывать перед ним. С уверенностью говорю, мой духовник Игнатий Тихонович Лапкин. Через него Всевышний открыл во мне любовь к живому слову. Ну, понимаете, вот такие, как Дудин-то услышат, бес, демон, бес, демон, то есть, он бес не может еще больше говорить. Так и есть. Полностью замкнутые. Его в оглашенных даже нельзя держать такого человека. А он священник и продолжает дальше отравлять людей. Займитесь одним хотя бы человеком, который полностью облеплен бесами, и рот, и все у него облеплено. Он не видит, что говорит, что делает. Прелесть, это православие. Если слова прелесть нету, то это не православие. Прелесть и гордыня. Это их лозунг. Прелесть и гордыня. Смерть или православие. Где это? Чьи это лозунги? Это же не мусульманские. Дальше. Пользуясь трудами вашими, я шагаюсь семимильными шагами в изучении Святой Библии. О как! Бог даровал мне знакомство с вами по зову моего сердца. Жажда знать и разуметь Слово Божье. Благословен Господь! Сергей Козлюк. Игнатий Тихонович, у меня имеется одна весьма интересная книга. Не знаю, насколько ей доверять. Но ознакомившись с тем материалом, который вы представляете, он во многом совпадает. Вот название этой книги. Кавычка Будни, Святой РПЦ. Составитель Аратова Александр Михайлович. Данная книга запрещена у нас в Белоруссии к официальной продаже. Значит, смотрите, мне уже некогда даже считать. Валентин Стронин. Это такой летописец на Украине. Какие у него звания тоже большие. И когда он посмотрел, еще говорит... Посмотрел ваш комментарий, Игнатий. Приходится сражаться, как льву, с гиенами. Вот все говорят гиены. Я говорю, лютые волки. Они говорят, каким-то волков еще дорасти надо. Это шакалья, бешеная стая. Правда, она дна и божий промысел выше мирской житейской истины. С Богом. А он и есть управитель мира. Юрий Соболев. Встреча со Христом это сектантская. Запомните. Православным это не нужно. Православный это когда накачал сердце водкой, табаком, матерками. Вот это свой. То есть я что там говорю, комментирует. И он это берет. И он тогда на это говорит. Это мои слова. И смех, и слезы. Стоит вам за ложь и подрыв репутации подать на них в суд. Сто процентов выиграете. Да даже говорить нечего. Стыдно за такие конференции. Научные, международные, рождественские. Это говорит человек, сам преподаватель Красноярской академии, университета государственной, препатриархии, там курсы. Дальше. Михаил Кальмаев. Миром, Игнатий Тихонович. Вот в Китае говорят и снимают, что очень быстро распространяется христианство католиками и протестантами. Уже где-то около сотни миллионов или и того больше. А вот православие засохло напрочь. Есть храмы, а священников нет. Вместо того, чтобы выискивать врагов, ехали бы эти Дудины и Дворкины туда, отставили бы свое православие монашеское. Поедут они теперь как раз. Он получает зарплату за это. Тут отстегнут от навара со свечек-то. Только мне жалко китайцев, которые бы научились лукавству и почитанию монашества. Как о каком-то таинстве и мощей количество оных уже известно. Существует мощь 222 китайских мучеников, которые до сих пор не обретены. Вот найти надо. Вот видео о проповеди в Китае пятиминутное. На серьезное размышление должно было бы подтолкнуть православных то, что христианство распространяется в мире только усилиями этих еретиков, не православных. Именно так сегодня. Христианство распространяется только этим, а это только уменьшается. Почему? Почему так происходит? Почему засохли и не дают плодов эти 14 православных церквей, собравшихся в Шамбези? Но даже сердце видно у них ни разу не ёкнуло, а может ёкнуло во время посещения патриарха Китая. Хотя навряд ли. Всех разговоры и дела показывают нет, не ёкнуло, нет беспокойства, нет страха за то, что оказались в хвосте. Бесполезные встречи с политиками, конференции, чтения и так далее. Нет конца этой пустой на фоне дел протестантов деятельности православных церквей. На фоне протестантов. Вот Господь же допустил их и через них мы узнаем где-то. Я через них получил Библию, иначе бы этого ничего не было. Боюсь, что эту смоковницу не оживить. Да, так и есть. Александр Лобачок. Это военный, военный приезжал нынче. Когда человек родился... Нет, это другой, да, да. Когда человек родился свыше и водится Духом Святым, все традиции, вся патриархия отходит на второй план. Человек получает указания от Христа и воплощает их в жизнь. Все это происходит на корабле, в церкви воинствующей. Наше главное оружие это любовь и молитва. Да поможет нам Бог. Аминь. Они собрались туда ни любви, ни молитвы, ничего нет. Тот, который собрались, хотя бы договорились. Давайте в одно время будем вставать на молитву-то. Ничуть не бывало. Стихтанты это договариваются. Это совершенно чужие люди. Материальные. Антон Маргунов. Самое главное то, что людей не крестят погружением троекратным, а на крещение устанавливают купели. А народ неграмотный, обманутый, лезет сам в мороз. Какой-то абсурд получается. Все шиворот на выворот. У нас в городе, где я живу, город Березовский, Кемерская область, возле храма Яна Кронштадтского, купель соорудили. Значит, облили нормально, обманули. Для попов стандарт. Купели строят, а купель даже маленького ребенка нельзя посадить вот такой вот. Обманщики. Это лютые обманщики. Волки. Пожирающие души. После того, когда я узнал, что крещения и не было там, слава богу, ваше видео посмотрел, уже потом, позже спрашивал у батюшки, а почему вы полным погружением не крестите? Он сказал, что для этого специальные условия нужны. Условия нужны. Какое условие? Их этих, извергнуть надо попов, а поставить верующих. Одно условие только выполнить надо, одно. Вот и думаю, значит, бачок, кавычка, купели, сделали, а до этого, значит, условий подходящих не было. Не было, да, то не было. Тройная, тройная, тотальная ложь, причем везде. Думаю, может, у батюшки этого совести хватит весной или ближе к лету погрузить меня, как должно, по слову Божьему, делать. Буду молиться, да поможет мне Господь Бог. Слава Христу. Роман Ромашов. Миром, Игнатий Тихонович, вы можете на канале YouTube пожаловаться, то есть заявить на свои права в украденных у вас видео. Ниже видео есть надпись пожаловаться, и там можете заявить. Также можно попасть в суд, я думаю, если есть нужда. Спасибо за письмо, я читал на YouTube. Слава Богу, за то, что вы есть. Есть, где воды родниковой попить и спить. Вот дальше. Александр Марьясов. Да, брат Михаил дал точное определение всему этому судилищу. И еще точно подмечено, да, в принципе, и каждый это знает, что кто выпадает из-за боймы, то у него развязывается язык. Игнатий Тихонович, дай Бог вам здравия и многое лето. Благодаря вам может и еще перемены будут. Владимир Харин. Мир вам Игнатий. Эти деятели с московской патриархии думают, что у них политическая партия, а вы и мы не вписываемся в устав их партии. Шакалы. Волками их нельзя назвать, им до волков-то далеко. С уважением, Владимир Харин, Петрозаводск, где наглый поп убил женщину и теперь говорит, что был трезвый. На машине задавил пен. Это еще один, как бы такой-то. Это патриархийные волки. Душат своих прихожан на машинах. Вот это материал, какой нужно посмотреть. Здесь. Здесь находится тот печатный материал, который Никита Колесников конспектировал вручную в аудиозаписи 2016-е Москва рождественские чтения богословских воззрений Геннадия Тихоновича Лапкина. Усилию за вас молитвы, Геннадий Тихонович, потому что мне, как нерожденному человеку свыше, тяжело смотреть такие ролики, но все равно я их смотрю и укрепляю свою веру во единого Господа нашего Иисуса Христа. Ну, теперь мы посмотрим, значит, на что он указывает. Вот эта вот ссылка. Вот она. Мне скинули, я до этого не знал. Вот она, на университет. Вот они как выступают. Вот она все. Видишь, какие? Ну, так долго, тут я просто покажу. Вот они выступали на этой конференции, где-то меня промывали они. Вот так. Ну, ладно. Это я уже закрою. А теперь я его переписал себе. И теперь немножко можно остановиться. Вот она как. увеличил. Как называется? Новости университета. Состоялось заседание секции «Секты как орудия для разрушения традиций». Традиции. То есть, у них традиции ни Бога не знают, ни Христа, ни Библии. Традиции. Какое слово? Традиции. А в традиции это что? Ну и посмотрите сами. Дальше. 26 января 2016 года в рамках 24-х международных рождественских образовательных чтений традиции, новации, культура, общество, личность. Ни одного слова нет евангельского. Вообще, идите проповедуйте евангелие всей твари. Вот чем они занимаются. неужели непонятно то это? Направление церковь, государство, общество. Состоялось заседание секции «Секты как орудия для разрушения традиций». секции только для этого есть. Они традиции ваши знать не знают. Зачем они? Они евангелие проповедуют. Это евангелие вопреки всех традиций ваших. Ну и что? То есть, евангелие и традиции несовместимые. Это люди понимают, а сектанты традиции ваших и не знают. А говорят, они уже попали у вас в разряд врагов государства. Я говорю, традиции 24-й ежегодной богословской конференции по СТГУ. 24-й считают ежегодной богословской. А ничего нету. Дальше. В работе секции приняли участие более 120 человек из разных стран и регионов России, включая православных священников, миссионеров, а также ученых, специализирующихся на проблеме тоталитарного сектанства. Специализирующихся. Ни душу спасают, ни посты молитвы, ни милости. Они специализируются. Горе-то какое. Православия-то нету в России. Вот это вот все собирается. Патриарх не может не знать, что это собралась такая группа людей. И что тут 120 человек. Их кормить надо, поить. Им туалет надо там было строить или как он там был уже у них. И чем они занимаются-то? Дальше. Такое вступление. Открыл первую часть заседания приветственным словом научный работник. Вот перечисляется его звание, какие читатели. Дальше. Вот он выступает. По сложившейся многолетней традиции доктор философии, кандидат богословия. Давайте по порядку. Мы почитаем. Доктор философии. Кандидат богословия. Так, дважды. Это Папа Римский. Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Президент Центра религиоведческих исследований во имя священномучения и епископа Леонского. Четыре. Президент Российской ассоциации Центров изучения религии и сект. Пять. Вице-президент Фекрис Европейской Федерации Исследовательских Центров Информативирования Сектах. Шесть. Зампредседателя Экспертного Совета по государству религиоведческой экспертизе при Министерстве Юстиции Российской Федерации Александр Леонидович Дворкинс. Наконец-то доехали. Семь. Смотрите, обложился человек. А где христианин-то? Ничего нету. Ну, посмотрите, даже по одному часу в день отдавать вот тем обществам, где он есть-то, почетный доктор, там все это есть. Что тут есть где-то? Это он питается, зарплату расписывается, получает за что? Души обращает. А в это время, пока он вот это, ну, ему тоже это давалось, может, взятку давал, я не знаю, как эти звания он получал-то где-то. Связанные с сектами, событий, связанных с сектами. А где в это время сектанты? От двери к двери идут. Он знает прекрасно, сколько их обращается. И что-то сделал? Нет. Ну, это знание его звания. Это пускай он так и будет. Другого-то раз нет, а хоть что-то у него есть. Как у Папы Римского, сколько званий? Ну, и связанных за этот прошедший год. И вот сколько было заслужено? Пятнадцать докладов, в рамках которых были рассмотрены вопросы. Ну, вот так теперь Пудли в России сделал, какой Кузьмин сделал? Не пятидесятнические секты, как инструмент развала государства. Понимаете, я даже не придумаю еще. А теперь посмотрите, кто у них там президенте, какие там советники. Для развала инструмент, для развала государства. Да еще вопрос состоит, какое государство, нужно ли оно? И покажите, какие примеры, где еще развалили. А то есть, ну, если не пугать, то ничего и нету. А он может доказать, развалили где-то, что-то отпало. Нет, ничего. С наркоманами работают, с пьяницами. Это развалит государство, которое называется государством, лжи, трусы с изменой, обман. А они учат не обманывать, и получается, развал-то до того государства-то не будет. Тут надо понимать, что. Следующий докладчик. Протеерей Сергей Стаценко, председатель просветительского... Понятно, откуда он. Какой он доклад делает-то? Особенности и аномалии существования постпратестантских сект в Узбекистане. О! Понятно как? Это за... Только назвать вот это вот. Такое название-то. И они это перед этим они ему давали, ознакомился с Дворкин, посчитали, на каком месте будет говорить. А сектанты идут от двери к двери. Православные пьют, в шинках находятся. Занаркоманились. В это время, пока вы сидели, сколько абортов в России произошло? Они ничего не знают, еще отвлечь внимание. Это американский вброс сюда сделали. Ну, масонский так, не американский, скажем. И они это выполняют его. И они не понимают, а дурманины... Вот приехал, представь, меня пригласили, он теперь участник, теперь запишет вам себе, он был участник этого. Там Дудин приехал, Дулевич или кто там есть-то. Ну и что? Даш, это что из этого? Профессор? С православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Даш, опять его звание. Второй раз перечисляется. Показал. Дворкин. В докладе Саентология и ЦРУ. Миф или реальность? А. Показал, как деструктивная секта Саентологии используется в качестве инструмента разведки США. Так ты, а ЦРУ-то может тут и есть главное. Саентология нужна бабке какой-то? Она бога не знает. И у ней пенсии на еду не хватает-то. Вы там маленько шепните президенту-то, что народ-то вымирает. Скоро царем-то не над кем будет быть-то. Еще это лето покажет-то. Это тут будет пострашнее этих высокоточных ракет. Вот сегодня уже готовы взорвать все. Молитесь об этом. Они молились об этом? Нет. Ему вот это наказать, что ой-ой-ой, как это нужно. Как Солженицын говорит, все время показывать надо врагов много, арестуем, и штаты нужно раздувать. На таких Дворкиных надо, чтобы он принес плоды, чтобы было таких людей побольше, как Дворкин. Ну и дальше. Следующий докладчик. Александр Александр Ишватк. Философ-доцент о вербовочной деятельности террористической секты Аумсинрикем в России. Ее уже как-то и нету, а все еще умирают от страха. Вербовочные приемы. Ну, узнал, как они разбешивают, как говорят. Дальше-то что, вы их оттуда вывели? Нет. Ну, что исследовать-то? Ну, бешеный волк. Ну, давайте исследовать, как бешеная слюна, что об этом Кох сказал, как палочки эти вывели. Ну, ты помоги выйти из этого. Выйди, чтобы рака не было, лейкемии не было. Можешь сделать? Нет. А зачем тогда исследовать? Лепру проказу исследуют, а лечить никто не может. Один там, профессор Мацуда, и то неправославный, что-то делает. И дальше. В качестве продолжения темы вербовки в сети интернет Никита Андреевич Медведев. Какой он говорит? Особенности вовлечения в деструктивные секты с использованием сетевых технологий и социальных сетей на примере психокульта Бодхи. Это надо, понятно. И он дает вот это за умный. Ему звание надо, которые вот выступали, обязательно звание надо повысить. Смотри, он как глубоко зашел. А какое отношение имеет это к Библии, к спасению? Ну, сами маленько вдумайтесь, посмотрите, кто собрался-то? Какое, говорит, черный ворона расклевывает славу России? Гиены чернильные. Нужно это? Это я беру из журнала отзывы. Старобрящийская мысль. Вадим Яковлевич Розенфельд. Директор общественного центра. Какой он догмат делает? Социальная работа сектантских организаций и психокультов как способ прикрытия деструктивной деятельности и один из методов вовлечения адептов. Ох, какое название-то. Чудесно. Обязательно докторскую ему надо за это. Обязательно. Он распишется и получит деньги. Дальше он говорит, ну, нет, так что, Никита, ты писал, что это я не нашел тут текста-то. Вторая часть заседания секции, то есть в это время они пошли поели, сходили в туалет, покурили и дальше начинают. Вы сделаете, чтобы в храм хотя бы люди приходят, которые у вас штаны не носили женщины-то? В женскую одежду оденьте их, ничего не получится. Вы ничего не можете делать. В галстуках стоят бриты, а там масонские выкормыши, по-другому их нельзя назвать. И что говорит, какая, смотрите, профессора кафедры травматологии, ортопедии, реабилитации, РПО, профессора кафедры спортивной медицины, реабилитации и ППО, ФМБА. Ведущий научный, ведущий, она кого-то ведет, но куда ведет? Дальше. Научный. Поликлиническая, что называется? Слава Иисусу Христу! Дальше. Как называется? Приорова какая-то там, или... Остеопатия, как метод оккультной медицины. О, вот додуматься надо. Я не смотрю, нет повтор, были доклады, нет, а вот я такое сделаю, что не выговорят. Вот это обязательно уже докторы, ну, полунебелевскую хотя бы. Проникают, вот как они, Решетово, тут читайте, Центр Жизнь просветительный, вот они тут сидят, заметь, там отдельно стол, это большая честь. Вот он вышел, здесь стоит за этой игрушкой, а сектанты не стоят, идут и идут, идут, проповедуют. Православия-то нет никакого уже, а вот эти остались только гиены, говорят, чернильные. Дальше. Следующий докладчик. Лина Александровна Соколова. Вот это Сокол приехала. А что она, какая? Клиентурные центры для беременных и родителей с детьми, как явление антикультуры. Не то, что познаете Христа, пустите детей, нет этого. Слова Библии вообще нету. А у меня-то написано во свете Библии, как они меня могут судить-то? Ты суди меня, потому что я говорил во свете Библии. Он говорит, а я не верю в Библии. Ну, конечно, тогда я виновен буду. Я говорю, я верю в Бога, а это деструктивная мысль. Я говорю, Христос умер за нас-то. За меня не умирал никто больше. А это деструктивно. Деструктивно по отношению чего? По отношению их, нахлебников. Да, и дальше выступает Алина Александровна Виноградова. Психолог. И что она говорит? На тему примеры скрытой пропаганды не язычества в школьных дидактических материалах. Вот она знает. Ну и что ученики? А ничего нету. Уже в школах беременная там и что угодно и убивает, и ребенка, главное, родила, пошла в туалете и туда его бросила и завалила. Вчера считаю это в туалет и все. Каждый день 20 тысяч абортов. Школьники ваши. Какой процент девственности до брака? Зачем это? Она сказала, и они сидят рот разъянули. А в это время как конвейером дети выбрасывают. А пока сидели на день 2-3 дня и в это время 60 тысяч трупиков выбросили. Безумие, безумие. И как? Злодеи злодействуют злодейски. А потом пойдут будут тут же сидят священники молебен служить. Дальше кто? Дмитрий Николаевич Бахарев. Бабокат. Вот тут есть как раз и можно. И какой доклад взял? Традиционное вероисповедание в России. краткий юридический анализ проблемы. Юридические стороны значит. А что? Кто-то обратится? Нет. И наконец выходит. Следующий докладчик Анна Владимировна Николаева. Сотрудник Центра религиевических исследований во имя священномочески Ирины А Ирина знает или нет про это хотя бы? Представил доклад на тему истинное православие Иглы. То есть они меня будут исследовать истинное или неистинное. Что оно истинное? Я по Библии доказываю. Они даже взяли ну там может пятьсотую часть только с сайта у меня еще форум и ютуб. И все извратило и залгало. И они аплодировали конечно молодец бабка. А кто принес Дудин это все Дудин Дудин человек больной больной воспаление мозга у него и прочее В котором рассказала о деструктивной деятельности общины Игнатия Тихонова Деструктивной притом деструктивной не просто так Она может доказать это конечно нет Тут ей дворки не поможет Где? Если она была здесь я бы свободно ее подал Да я могу и сейчас ее подать ее вытащат оттуда и она там я не знаю что будет на одном часу дважды подмывать все будет Зачем ей это нужно? А также показала несоответствие взглядов лидера движения с православным вероучением Лидера движения православного учения То есть она заряжена на это по другому это не может сказать Не говорит что Лапкин уверовал во Христа Его Бог провел так что он стал исповедником И сколько в тюрьме людей обратилось и здесь И служит как епископ здесь священники Она ничего не понимает этого Ей нужно именно вот это отдельное как называют кодло патриархийное И они должны вот так говорить это у них особый язык феня политическая дворкинская феня блатная терминология дальше Виктор Иванович Игуменов Да подожди подожди дай я гляну деструктивная а потом и показала несоответственно она показала не встречалась не видела ну на меня выйдете хотя бы по скайпу вы как огня боитесь встречи я уже разбирал это дело ну а дальше о кое вероучение вероучение и миссионерской деятельности СМ Масленникова Масленникова рассказал о випседо-православном ну так проповедника Масленникова да им до Масленникова еще не дорасти я посмотрел Масленникова ничего у него нету но он из системы выпадает не так говорит смерть смерть они они ничего больше не могут делать они бросаются всей кодлой и рвут человека Масленникова я прочитал Масленникова ничего нигде не нашел Леонида секта уже все а секта нет он православие поздружеская патриархия может чего-то я не знаю но сколько мог выступление я у всех прослушал время я ничего не нашел у него антиевангельского нету но не входит и теперь выходит кто? всех завершилось сообщением директора подожди-ка директором информационно-метрополищева директор информационно-метрополищева православная а то надо придумать это все сидеть-то ни Христа нету ничего нету это безбожная организация Белгородская и Староаскольской епархии Светланы Воронцовой секты как явления антикультуры секта антикультуры ну есть ересь и православие ну объяснить это христианство истинно верно ну покажите где еретики ничего нету фонд поверь в добро ну эй эй вот как секта нью-эйджерского там нью-эйджерского толка маскирующегося под благодателем так после завершения второй части в выступлении докладчики ответили на вопросы и поблагодарили всех участников секции за проявленные к их темам внимания какие внимания то есть что они сказали а что против Лапкина собраться написать общее где-то то есть нажать на власть это сергианство от митрополита вот эта измена трусость и обман а по отдельности встретишься можно даже нормально разговаривать а вместе это кодлы бешеные шакалья рвут на счастье любого дальше представленные доклады вызвали интерес у аудитории и их обсуждение проходило весьма оживленно то есть они о сектанках вспомнили в это время что они работают о погубленности танков да нет конечно им отчет дать сколько обращается у сектантов ну узнал сколько еще дальше ну давайте трупы подсчитывать да ты сделай так чтобы победить врага в дворке но в глаза их как будто не видал сектантов все участники выразили удовлетворение работы секции все до одного выразили удовлетворение и готовность продолжить совместное обсуждение общих проблем в области сектоведения в следующем году то есть все платить будут им получать будут и так и будут без покаяния ни молитвенно ничего нету нету и следующий год будет а может и не будет благодаря может каким-то переменам вот эта мошкара вся развеется их не будет они как вот на лепешке оправятся когда лошадь корова и мошкара собирается там и так они на этом сектанты 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 заключение Александр Ленинович дворки главный гуру как у них говорят главный гуру в самой главной гордыне и прелести которые находятся это их слова я возвращаю назад поблагодарил всех участников заседания которых обоссил за плодотворную совместную работу и пожелал дальнейших успехов в антисектантской деятельности ну и покажите хоть один показал вот я говорил так-то эти слова подействуют такой стих библии коснулся нет я могу показать вот у меня допустим человек один второй третий я их разбиваю все человечество на 24 категории один библии не верит другой не верит во христа в муки вечные как беседовать у них ничего нету совершенно ничего нету это даже не слыхали что что-то есть вот у нас что есть это наш сайт красота-то какая и они с этого сайта что взяли вот одну допустим бесы колдовство библия что-то где-то и главное критикуют звук видео 50 книг я насчитал распространил когда вас во сне никто не видел в советское время я единственный был кто распространил я на златоусты насчитал и пленками раскрутил библию жития святых добротолюбие ничего не знает а здесь деструктивное почему деструктивное по отношению вот этого их безобразия они не вписываются уже в мои рамки а мои то рамки не мои от слова божия зайдите сюда посмотрите вот нажмешь здесь на православный форум где-то зайдешь вот это наш моя страница в моем мире вот она как выглядит пожалуйста заходите сюда дальше вот я сейчас покажу что вчера пришло было нет Иван Иванов катарист вот что говорит Марина Писаревская Маштакова 47 лет город Черемхово не надо считать просчитай дальше приветствую вас братво Христе Игнатий я тоже христианка ознакомилась немного с вашими проповедями мне ему же очень стало интересно мы во многом с вами согласны и очень хочется познакомиться поближе с вами лично дело в том что я уверовал от баптистов а потом мне открылся Господь и стал наставлять меня в слове Библии через откровение Духа Святого вот тогда и все началось баптисты меня не приняли я не знал куда идти а Дух Святой мне говорит что ищи истину по слову моему я была и у пятидесятников много видела там истинно верующих и у баптистов но учения самих церквей все таки не давали мне доверия к вере так как по слову я не могла с ними согласиться мой муж Костя сейчас стоит в интернете и вот нашел ваши проповеди мы весь день смотрели ваши странички очень с большим интересом и согласны с вами хотелось бы с вами объяснить с вами лично ну уходите напишите по латыни Игнатий 10 Игнатий десятиричный сзади буква каку Игнатий 10 и выйдите на меня поговорим здравствуйте Игнат мне очень важно ваше мнение по слову Божьему о дарах духовных от Духа Святого в наши дни ну вот поговорим все это расскажем Сергей Пермяков 39 здравствуйте Игнатий можно с вами пообщаться по вопросу веры во Христа а если глубже то в мои проблемы ну можно можно заходите в общем история моя такова в 2000 году я ощущал кризис депрессию и решил обратиться к Богу с рождения я был крещен старообрядец часовенного согласия то есть без поповца поэтому пошел в часовню но был прогнан бабушками после этого я пошел к пятидесятникам был у них в 2003-2002 год крестился был отлучен за блуд в то время еще не женатым потом по инерции походил еще на собрание год и перестал ходить не понравились новые учения о процветании в 2003-2008 жил обычной мирской жизни женился в 2008 году с женой возник семейный кризис мы чуть не развелись и я снова задумался о Боге мы решили прийти к баптистам и я был там в 2008-2013 год затем ушел от них по причине того что стал не доверять пастору пришел к выводу что они скорее всего являются пятой колонной и с июля 2015-го я вернулся в старообрядчество ну уже белокреницкое вся суть в том что мне скучно старообрядство мне не интересны обряды литургии как полюбить ее? ну не знаю кого полюбить и интересно ну ну войдите по скайпу поговорим немножко скажем и поэтому старообрядчество которое белокреницкое это настоящая церковь имеет иерархию и все настоящая церковь ну вопросы пожалуйста Александр Гибержецкий спасибо вам только и имея душевность что значит класс вот это? ну класс это понятно ну типа класс как бы вот ну ладно как смотрю ваш ролик получаю душевное упокоение ну ладно он смотрит ролик получит пускай Алексей Фирсов да на самом деле анафема на двоеперстии была снята при Николае Втором но вместе с тем троеперстии осталось от реформы патриарха Никона был изменен символ веры двух чина заменены поклоны при молитве святого Еврея Массирина на проявление хода по часовой стрелке поэтому существует мнение что троеперстие навязано так ли? конечно именно так навязали селом и то держался двоеперсти пальцы рубили ну показывает раскол который старобрядца Николая Достоля фильм многосерийный Катя Фатеева как интересно можно доказать что человек не лжет да вот интересно как вот кто она такая не знает обычно так вот родноверы вот этими привязывают и проще ну как не лжет как доказать лжет должен иметь хорошую память он должен помнить как было и как есть Андрей если не сложно сделайте пожалуйста дневник отчет по дням будущем я дальше показываю просчитайте вот это что я здесь сделал показываю прочитайте дальше будет видно Николай Лизняковский вы слышали про блаженого Иоанна Береславского он мой духовный отец ответ для всех православных Иоанн Береславский самозвальниц исущей еретики при том с бешеным характером и много смотрел его по выступлениям совершенные отчуждения от истины ну дальше Александр Александр я тут общаюсь через перекладных пишу вам администрация наша переправляет и так постоянно вы задали вот это посчитайте посчитайте вот этот ответ мне хочется больше а двоеперсти троеперсти есть элемент ереси вот теперь я показываю что тоже просчитайте видите сколько пришлось печатать говорить опять может не успевает даже дальше как узнать доказать что человек не лжет ну я посчитаю считай это на удивление быстро проявляется когда человек рядом когда брали интервью молодых шахидов могут ли еврейские органы к ним внедрить своего они ответили что это невозможно потому что мы только ночью ты раз застаем на молитву он или сбежит или сойдет с ума таков последовал ответ а мы же христиане христиане у нас самая наималейшая ложь недопустима он начнет спотыкаться еще во время карантинного месячного срока и вот дальше я отвечаю как очень просто Анастасия Светлая а ваше мнение какого где в этом вы ваше мнение ваше мнение какого написано ну-ка посмотри ну дальше еще если взять статистику по молодежи из людей которые окружают меня то люди которые придерживаются трезвого образа жизни исповедуют в основном индуизм буддизм суфизм либо придерживаются какой-либо религии по убеждению трезвенники те кто исповедуют православие все выпивают и даже пьют ни одного трезвенника на алкоголизация это ли может с этим что-то можно сделать ведь Библия переписывалась дабы споить русский народ раз церковь разрешает я говорил что язычница от язычников это все тут все говорится православие оно известно веселье пить Дилет как вы думаете с какой цели власти привозят Москву Гопоту из Азии и Кавказа предварительно организовал и вооружив ну что непонятно то ждите лето покажет для чего что тут говорить раз ничего Игнатий не может вам помочь придут другие учителя будут учить вы еще будете искать у меня по одной строчке что написано мною Елена Голубина спасибо вас Господи вот вы еще эту книгу распространили там еще какая-то книга показывается Александр Мон мощь святых угодников является знаком особой благодати дальше что об этом говорит вот о мощах прочитайте потом Дмитрий Ребезов Санкт-Петербург Добрый день вы мой земляк я сам из Алтая скажите а вы где именно служите в каком храме в каком храме служу да я мирянин я сейчас буду служить в храме я проповедую до края вселенной в храме говорил я проповеди уже лет 8 не говорю вообще Василий Миханошин никто меня не запрещал ничего просто отошел и отошел и все я отошел от многого в один день сразу не пишу стихи не издаю книги не выступаю по радио то есть не веду занятия в университетах все абсолютно оставил оставил только форум молитва МФ морфлот служил я МФ и сейчас молитва форум МФ Вы не были с миссией в Перми знак вопрос были были Василий Миханошин так вот здравствуйте Игнать Тихонович говорили ли начальству об их злоупотреблении властью если несправедливо поступают или принять как божий промысел по моей душе это трудный вопрос говорить не говори сначала решите обдумайте все выдержите или нет здесь слабохарактер ему делать нечего Виктория Горланова добрый день Игнать как здоровье у вас за что помолиться пишите ну спаси Христос за здоровье ну все живу желудок перерабатывает пищу Александр Тарасов Доброго домой нахожу Вы на днях написали мне двух своих друзей в селе Покровском в Артемовском районе есть наши близкие друзья улица Ленина дом 51 Смирагин Андрей надо вам встретиться будет пожалуй и Владимир Пищников только контактов лишних никак не оставили хотя бы телефончик одного из них ну да потом отдали дальше сказатель начальство за употребление властью как бы вы ни поступили враги все истолкуют против вас так что помоляясь поступайте как Бог на сердце положит но предварительно желательно чтобы посоветовали со священником он посоветует молчать и кряхтеть я знаю уже будет Александр Тарасов вы на днях вот-вот дальше телефоны Смирнягина Андрея Владимира Пищникова это наши люди которые хотят видите все открыто дальше Анна Андреевна Андреева вот так а как же насчет того что в источниках купельнях со святой водой окунается и исцеляется и не болеет а наоборот д комментарии кстати епископа тихий о крещенских купаниях ну наоборот ничего там наоборот нету болеет даже вот меньше сердце остановилось одно и все Анна Кризина конечно только один Бог знает кто в этом мире спасется и это не обязательно только православной московской патархии но и сказано если кто будучи православным уйдет в другую веру то уж точно не спасется главное чтобы все истинно исповедовали и проповедовали истинного Бога а не башка которого сами себе придумали и тем тешится Бог вам в помощь вы наверное долгое время жили за границей раз относитесь к зарубежной церкви ни одного ну пока был только гостел и не мог вырваться скорее домой 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 Сергей Фруктов спасибо Бог вчера допоздна смотрел ваше видео видишь как вы наверное зарубежной церкви ответы за границей не жил я там Александр Скрипка брат Игнатик где можно купить ваши книги в Киеве прошу молитв ну в Киеве прислать выписал все я даю адрес чего стоит и как Алексей Фирсов честно говоря мне симпатичен царь Алексей Михайлович считай патриарха Никона серым кардиналом что творилось на Соловках как сжигали иконы двуеперстем или переписывали изымали заживо сожгли неподчинившихся епископов в ссылках дьякону отрезали язык а вот зачем так много старообрядцев сожгли себя прозвав Никона антихристом этого нельзя было это самоубийство Исаак районный мне интересно есть ли у вас уже разработанный православный курс по изучению Библии да есть например у отца Даниила дан курс чтения Библии на каждый день в течение года в соответствии с церковным календарем есть ли что-то подобное у Игнатия нет подобного нет у меня по другому совершенно по другому я показываю как третий том открытым оком Александр Гумеров прочитал епископ Евтихий Курочкин почему я против крещенских купаний хотелось бы узнать и ваше мнение про крещенские купания я с Евтихим полностью согласен есть ли у вас видео крещенских купаний зачем поберете у нас нет у нас и нет его Артем Григорян город Санкт-Петербург дорогой брат во Христе Игнатий давно хотел познакомиться с вами много о вас слышал ну пожалуйста по скайпу заходите с 3 до 17 к московскому времени с 3 ночи Евгений Ткачев мир вам нужны врачи и волонтеры готовы пожертвовать личным временем финансами а может и здоровьем для служения Господу Иисусу Христу в Африке в июле планируется поездка для оказания помощи больным и голодающим в кенийских лагерях беженцев от изюжного Судана и Сомали у кого есть желание и возможность помощь пишите или сообщите об этом знакомым врачам-христианам да благословит вас Господь ну смотрите считайте и выходите на него вот дальше тут что-то я отвечаю видимо по книгам или что-то тут сажать книг книг да цена книг это я не один раз уже делал так я отвечаю так нет такого курса по изучению Библии я считаю что каждый пусть сам определяет себе какой ему более подходящий может по порядку Святую Библию читать а может как у нас каждое утро по порядку читаем Новый Завет с толкованием Блаженного Фефилакта и Ветхий Завет по главе или больше иногда читать по календарю что там указано проверка знаний будет на Суде Божьем и когда я проводил занятия в разных университетах школах то никогда занятия не имели целью привязать к плану проверки нет просто даются знания и всегда ответы на вопросы они у меня в 30 томах моих книг открытым оком и отдельно на сайте нашим по 55 папкам темам а проверка опять же на Суде Божьем не я, а Бог будет принимать за экзамены и что это по писанию и по совесть весь ролик о крещенских купаниях мы никогда не проводим этих языческих купаний тут мы с епископом Евтихием полностью согласны это наш епископ и никаких видео нет если есть на нашем форуме это патриархийных зрелища и шоу все мирское и языческое шатание все крещение здесь дальше ну дальше о нашем сайте я говорю вот оно где опять же просто посмотрите почитайте еще Арчоп Григориан спаси Господи вы не могли бы дать мне контактные данные отца Геннадия Фаста как с ним связаться можно вот я дал уже Игорь Горня Калуга дорогой Игнатий простите что не называю вас по отчеству тронут вашим видео которое вы мне прислали днем и теми фотографиями которые успел просмотреть на вашей странице мне как молодому и начинающему священнику порой необходим бывают совет со стороны буду очень вам признателен если мы с вами продолжим общение с уважением Иерей Игорь по скайпу выходите и поговорим Сергей Фруктов Москва случайно увидел это топорик у него видимо случайно увидел про вас в ленте друзей до этого не знал не слышал спасибо Христос смотрю и смотрю в свободное время сам оцерковлен давно шестеро деток своих воспитанной супругой а сейчас живя в Московской области хотим переезжать на землю не будем не будем краты принимать посчитайте и все дальше Светлана к чем вы отличаетесь от Московской патриархии спрашивают допустим мы отличаемся буквально во всем от входа нет торговли длительное оглашение до 450-500 часов академических ну и все остальное только в полное погружение у нас торговли вообще никакой нету как можно с Геннадием Фастом ответ он сейчас в России Хасаки Абакан настоятель храма во имя Константина Елены Фаста отец Геннадий дальше так как священнику это священник отвечаю на один вопрос а дальше ко мне подходите звоните так еще немножко потому что много Сергей Фруктова Москва случайно видел вас в лете друзей не слышал так ну дальше я отвечаю по деревне по нашу какая у нас деревня что есть просто посчитайте смотрите заходите на сайт о деревне где что есть зафиксируйте и дальше посмотрите Светлана Петровна а чем это Московская патриархия учение нас одно служим вместе сошлись на условия на слова не наши в краевом отделе института при нашей регистрации точно этот же вопрос задали и старейший их работник ответил они такие же только все у них по серьезному они исполняют все согласно регистрируемому уставу а эти из патриархии ничего не делают только митингуют да стоят все протесты какие-то делают это он отвечает в отделе юстиции Иван Егорович а когда я помогал благочинному здесь перекрывать крышу во время обеда работники и спросили а чем же Игнать отличается от нас настоять Вальтович отец Николай а там Масюта да ничем он такой же как и мы только водку не пьет пьет как мы как мы Женя Джанибеков уважаемый Тихонович просматривая ваши беседы с Сергеем Козловым и наконописом обратил внимание что в своих беседах на вопрос религии и священное писание вы слишком склонны придавать излишнее внимание в форме чем в содержании почитайте дальше в форме содержание тут что он имеет ввиду Иван Белый когда будете в Санкт-Петербурге в июле примерный ответ Васим Степаненко хочешь нагадить Томской епархии спроси ТВ2 как написано в футболке поздравляю Гнатия Тихонович с праздником Богоявления примите самые добрые пожелания Божьей милости и благословения рады и всегда в Господе Главное его судят его судят а сами то какие подкаблучники ну сравните с тем что делает Максим он поднялся приехал принял крещение а вы то не крещеные сидите ответ Степаненко с крещением Христовым мы жать возрастать во Христе Иисусе всегда и дальше показываю 3 Маковейская глава жду гостя Катюша Денисович здравствуйте посоветуете вот моя подружка хочет покончить с суицидом из-за парня я ей говорю не делай этого она говорит что все равно что будет с душою ну вот пойдет самый безнадежный самоубийцы отвечаю им нет прощения и за них нет молитв раньше хоронили за пределами кладбищи как собак повешенных вот дальше откуда это известно вот Сергея Фрухтова вот он мне опять же заходит говорит почитайте что он говорит дальше ну и вот все теперь я покажу еще наш видеоканал вот наш видеоканал вот он как называется больше 4000 роликов сколько я даже не знаю вот здесь вы увидите все здесь все беседы у нас записываются и вот я сегодня только выставил 5 и вечером 2 в день 7 роликов 7 роликов понимаете у нас материалы огромный материал идет сколько людей новых приходит и всех люди которые обращаются отправляем храма московской патриархии и я деструктивный до того интересно это когда люди будут после моей смерти разбирать и скажут неужели там могли быть такие дураки я говорю до дураков они еще не доросли я всегда отвечаю так а теперь вот смотрите каждый день выставляется житие святых в 80-х годах я насчитал вот идет каждый день и внизу что написано скажем 4 февраля житие мученика апостола Тимофея 22 января Игнатий Лавкин православный проповедник миссионер 54 а то я не проповедник то другое а как проповедник я жития святых насчитал если я несу это уже проповедник и вот смотрите как у нас этот выглядит видеоканал я уже говорил о том что у нас вот есть где мы работаем наш сайт огромный большой сайт ну и здесь в этом показать православный форум вот он как выглядит мы же даже не коснулись еще здесь хоть маленько пройти еще немножко охота ну-ка давай посмотрим кто такой Михаил Родин Игнатий напомню вам что святой апостол Павел сказал однажды мы не себя проповедуем к сожалению глядя на вашу проповедь вступили на ютуб я вижу только Игнатия Лапкина ну я проповедую вы меня и видите а коме проповедую открой глаза люди увидели пришли не во имя Игнатия во имя Христа это и священник православный обязательно он этого не видит а я о чем говорю ссылку видите одни в Писании места Писания нет ну я говорил-то потому что я выставил материал-то и по неволе что так трогает это их почему вас не смущает что Павел говорит более всех потрудился 14 посланий зависть и лицемерие Серега Бехтин здравствуйте как относитесь к латинянам как к старобряцам а зачем вам это знать как я отношусь вы скажите только откройте посмотрите кто-то к латиняне старобрядцы зачем ко мне приходят и меня испытывают я буду отвечать как старобрядцам я уже все ответил Максим Степаненко благодарю после написания книги думаю будет реально читаю вашу биографию вот видишь как получилось Николай Мартыненко без бороды в галстуке а потом он мне сразу написал галстук больше не ношу это старая фотография и бороду не трогаю а то из сектантов Николай Мартыненко Миром Игнатии были на празднике в храме ну посчитайте здесь о чем говорится где праздник был у них вот Семен Черемушкин доброго времени суток Игнатия Лапкина благодарю вас за деятельность вашу меня зовут Симеон я живу в городе Новоуральск ну письмо я ему ответил прочитайте тут затормозите мне быстро надо показать Рома Кит вышла замуж за неверующего ну тоже прочитайте и какие вопросы в храме сведения урока Данила в секты Игнатия Лапкина тоже они видят да что активизировалось ну это оттуда они все такие будьте внимательны да еще тут что-то такое есть дальше Дмитрий Абросимов мне интернет сейчас плохо идет не могу все посмотреть вот скоро ну дальше прочитайте на церковь Христову все на этом во славу Божию неужели 哇 это зубь неужели неужели